Всем привет, с вами Дэн и у нас здесь Citizen Белая коробочка, давайте открывать, давайте смотреть Ну Citizen это такой, знаете, общепризнанный мировой, наверное, лидер в области кварца, да, и часов солнечной подзарядки со всякими усложнениями И сегодня я вот как раз специально подобрал модель, которая, как мне кажется, прям просто пушка Так, что тут у нас, международная гарантия, какая-то еще бумажечка, какая-то еще бумажечка, опа Мануал по ссылке, ну и собственно хватит, потому что самое главное находится внутри этого целлофанового пакетика из Японии Такая модель с циферблатом немножечко зеленого цвета Итак, пленки сняты, часы распакованы, здесь у вас на экране референс этой модели и заодно указан и калибр Линейка это Promaster Citizen Promaster Sky Radio Control, если говорить полностью, ну референс уже показал Quartz Eco Drive внутри стоит, соответственно зарядка от солнца или от любого источника света Калибр H145 с запасом хода на 180 суток Это можно прям в кругосветку отправляться Есть любимый многими радиосигнал, соответственно автокоррекция времени при помощи радиосигнала Вечный календарь, мировое время, 26 городов, индикация запаса хода Корпус титановый, браслет тоже титановый, с защитным покрытием от царапин Duratec МРК, фирменный от Citizen, и многие считают его одним из лучших, если не лучшим в мире И вообще рекомендую всегда брать титановые часы, именно с защитой от царапин Ну и плюс здесь есть еще DLC покрытие на безеле и на кнопках Сапировое стекло с внутренним антибликом, есть люминофор, 200 метров водозащита и часы эти японские Ну, знаете, как бы с одной стороны мы уже привыкли к тому, что Citizen всегда показывает что-то такое вот прям бомбическое А с другой стороны эти часы меня, например, удивили, потому что, ну, много всего здесь есть И главное, что, например, если сравнивать с тем же своим конкурентом, да, японским, более распиаренным, что ли, Seiko Однако Citizen всегда практически, ну, поправьте, если я ошибаюсь, то всегда Citizen предлагает чуточку больше за меньшие деньги, чем, например, Seiko Ну, посмотрите сами, в этой модели просто огромное количество всяких ништяков И для меня, например, главное это, конечно же, вот то, что здесь есть покрытие, то, что большой запас хода И при этом часы, ну, мы сейчас об этом чуть позже поговорим, но они все-таки не выглядят как какой-то ультра перегруженный девайс Хотя, может быть, этот момент и спорный Ну, а брал я эти часы в Джуме, да, на площадке Джума в магазине Creation Watch в Сингапурском Где уже огромное количество часов приобрел И там, да, там всегда оригиналы, там всегда новые часы, цены низкие И платить можно с рублевых карт, почему-то по-прежнему многие меня в комментариях об этом спрашивают Покупал я их примерно за 64 тысячи рублей Понятно, что там меняется и курс, и разные купоны Ну, в общем, говорю как есть, да, примерно сколько там, ну, месяц, наверное, 3-4 недели занимает путешествие из Сингапура Соответственно, в Россию этих часов Я думаю, что, ну, понятно, там, да, цена может меняться Но, тем не менее, вот эти самые, там, 60-70 тысяч Это небольшая цена за такие характеристики И, опять же, попытаться вспомнить, чтобы то же самое предложила Seiko, например, в Astrone, да, но это все будет стоить дороже Все-таки Ну, ладно, не будем об этом, не будем это все лишний раз сравнивать Мне эта модель понравилась, потому что она такая, знаете ли, в каком-то плане немножко, немножко пилотская С другой стороны, она позиционируется такая, как часы для путешествий, часы для туризма И здесь даже вот по безелю специально еще вот такие вот международные сигналы для спасения, да, указаны, как чего тут, в общем, какие символы это отображает Ну, в общем, так, что называется, для того, чтобы это иметь под рукой Ну, здесь огромное количество еще дополнительной информации на циферблате и на внутренней части ранта Давайте сейчас попробуем по этому всему пройтись Во-первых, значит, здесь расчет запасов топлива Прямо по ранту Ну, как этим пользоваться, честно говоря, вообще не знаю Но я думаю, что это можно где-нибудь прочитать Или ту же самую инструкцию ситезен скачать, да Ну, вряд ли мне это прям пригодится, но тем не менее он здесь есть Дальше здесь есть, соответственно, те самые 26 городов Между вот этим вот запасом топлива и городами здесь есть еще какая-то разметка в километрах Что это такое, не знаю, гадать не буду В общем, в хозяйстве, может быть, и пригодится Дальше у нас, соответственно, здесь идет уже часовые метки Достаточно крупные И они как бы такие рельефные И хорошо читаются в том плане, что их все-таки отделили немножко от вот этой вот перегруженной внешней части Желтого, да, такого цвета На таком как бы темно-темно-зеленом, хотя немножко в бледно-зеленом таком циферблате И белая секундная стрелка с прикольным таким наконечником типа меч Ну и, собственно, еще здесь имеется окошко даты достаточно крупное У отметки 3 часа И все остальное, что здесь можно посмотреть, отдельно выводится при помощи кнопок Это как раз вот время 26 городов, это индикация запаса хода И это, как я вам говорил, вечный календарь То есть это отдельно вот у нас кнопочками мы настраиваем Смотрим, получаем эту информацию А все остальное время здесь как раз часы показывают именно минуты, секунды и часы И этот момент мне как раз нравится Да, то есть с одной стороны в часах огромное количество дополнительной информации И будем откровенны, если уж вы не какой-то замороченный турист, которому все это нужно То большинство людей все-таки этим, если будет пользоваться, то довольно редко Ну, собственно, по понятным причинам Но при этом это все здесь есть И если надо, оно пригодится Но в обычной жизни, в повседневном использовании Это трехстрелочник с очень даже неплохой читаемостью И при этом многие любят, когда часы имеют возможности Будете ли вы ими пользоваться или не будете, но возможности есть И как раз вот от кварцевых часов, и тем более от часов, которые с зарядкой от солнца Вот как раз и часто хотят вот таких вот наворотов, что называется Ну, потому что вроде как кварц покупаешь А, собственно, нафига покупать там просто трехстрелочник Если можно взять сразу кварца, у которого есть какие-то дополнительные фишечки И многие мне об этом в комментариях, там, или в нашем части в Телеграм Об этом как раз и пишут Обязательно подписывайтесь на наш чат в Телеграм Оставлю ссылку в описании к этому ролику Ну и ссылку на Джум тоже оставлю в описании к этому ролику И много таких часов, да, вот для туристов Или часов для пилотов И там часто все эти дополнительные индикации Она демонстрируется сразу на субциферблатах А вот в этой модели не так И меня она именно этим, наверное, таки и заинтересовала Давайте посмотрим, что у нас тут по ранту 44,2 Значит, высота корпуса 12,1 Немного, кстати, браслет 21, да Ну-ка, давайте проверим Что-то мне кажется, что, наверное, все-таки где-то 22 Попробую по ушкам сейчас посмотреть Да, 22 22 Так что, если что, можно будет сторонний ремешок поставить От ушка до ушка 50 Ну, собственно, немаленькие часы Но, понятное дело, Титан-то он легкий Мое запястье 18,5 Ну, собственно, вот Собственно, вот Достаточно удобная посадка Они невесомые Они прям не чувствуются на запястье Ушки Они не самые короткие Но Сразу сгибаются Такие Обрубленные Поэтому посадка здесь очень даже приятная Значит, по запасу на браслет Здесь еще сантиметра 3 имеется Но мы сейчас с вами застежку рассмотрим Мне кажется, здесь есть еще что у нас по застежке А, собственно, еще 2 возможности поднастроить Но длиннее уже не сделать То есть, вот сколько получается 18,5 и 3, да Не больше, не больше Этот момент учитывайте Потому что, ну, вот такие звенья Точно нигде не подберете Браслет Такое немножко с дырочками, как бы, да Ну, что, вот влагу будет отводить Очень легкий Очень приятный И такой прям Классно сделан Браслет сделан супер круто Очень мне нравится На шпильках И Системы быстрой замены здесь нет А застежка Внутренняя часть у нас тут такая литая, да А вот сверху На двойной фиксации просто штамповочка И хотелось бы тут что-нибудь Все-таки посолиднее Японцы экономят, ну, на какой-то ерунде Хотя, конечно, скажут, что Ну, это потому, что вот Чтобы было легче Ну, не знаю Я бы предпочел, чтобы было Несколько грамм больше Но зато Застежка посолиднее Все-таки часы здесь не самые дешевые И не самые базовые 103 грамм на полном браслете Так что Ничего тяжелого в этой модели нет Ну, и давайте Посмотрим немножечко более детально По отделочке, как у нас здесь У нас все всатенировано Все сатинировано Ну, и это не мудрено Потому что часы все-таки Такой туристической направленности Циферблат все-таки кажется, да Он есть трехмерный Но он и выглядит как трехмерный Вот эти все-таки Часовые метки Достаточно выделяются На цифре И стрелки выделяются И этот момент мне Импонирует Ну, собственно, я тут Немножко отвлекся, да И решил посмотреть За что отвечают Эти все кнопочки В общем, всем функционалам Заведует вот эта кнопка У отметки 4 часа Да, здесь мы выставляем Дату минуты и часы Да, вот этой заводной Как бы головкой Здесь еще вот эта маленькая кнопочка Оно основное все вот здесь Да, то есть, соответственно Мы ее жмем И различные показания Она нам выдает Понятное дело Что к этому надо Немножко привыкнуть Инструкцию изучить Я не буду сейчас Здесь детально об этом говорить Потому что Ролик не про то Как пользоваться этими часами Про то, как пользоваться часами Есть в инструкции Да, просто многие мне часто пишут Типа, почему ты это не показываешь Ну, собственно, зачем Да, большинство зрителей Которые, например Не будут эти часы покупать Это как бы лишняя информация И, значит, внутренний рант У нас, который вот Замер топлива Он управляется Вот этой вот Такой крутилочкой У отметки 8 часов Ну, вот Вот такой здесь Вот как бы функционал Так этим, собственно Можно будет пользоваться Обычные аналоговые часы Никакой цифровой индикации Здесь нет Такие олдскульные Да Супер нагруженные Циферблат в стилистике Таких, ну, наверное Сороковых даже годов Потом, которые Ну, даже нет Не сороковых Не-не-не Это я ерунду говорю Шестидесятых годов Когда вот Появились первые Такие, типа там Тут же Брайтлинг на Витаймер Супер Заморощенный Циферблат Где очень много всего есть Многие любят эти часы Просто именно Из-за того, что Вот у них такая Стилизация Да Мне кажется Выглядит здорово Эта моделька Мне нравится цифер Мне нравится сочетание цветов Мне нравится здесь, конечно же Вот это вот Исполнение титановое То, что здесь С защитным покрытием Есть, конечно Определенные Моменты Которые Я бы предпочел Чтобы они были улучшены Например, здесь Определенное есть Вот это вот Миллиметр Да, между браслетом И корпусом Я считаю, что это Ну, так Часы стоят Где-то Сколько там Восемьсот долларов Это не пойдет Ну и застежка Это вот то же самое Да, есть определенные вопросы Но во всем остальном В плане характеристик В плане того Как эти часы сделаны И чего Собственно здесь Используется По качеству отделки Да, по Механизму Конечно, здесь Мне кажется Все здорово Ну, теперь Пора посмотреть Макро Так, ну, собственно Вот он, да Наш сложный цифер Визуальные сигнальные коды Здесь прописаны На безеле Очень, кстати Здесь все Идеально сделано В плане разметки Четкие Здесь везде Метки И цифры И приятный Корпус И браслет Ну, застежка Задняя крышка Типичная Такая Экодрайверская Что по итогам Ну, для любителей Японского кварца Это вполне себе Интересный вариант Если любите Титан Если любите Титан Который не царапается А Титан Который не царапается Это, по-моему Единственный выбор Из всех Титановых часов Так что Вполне Можете обратить Внимание На эту Модельку От Citizen На этом у меня все Всем пока С вами был Дэн Увидимся Продолжение следует...